очень много лет в нашей стране городский это был ответ не на вопрос какой а на вопрос кто а с 4 сентября это будет также ответ на вопрос что ну подробности нам расскажет сам александр борисович городский приветствую вас егене прошу это борис я уже наслышан о городском холле 4 сентября будет открытие о том что вы там выступили уже в качестве новатора дизайнера если правильный термин можно технолога с технолога я знаю что это первое в мире не знаю архитектурные сооружения ли зал где свет собственно на не на сцене будет а в зале можно не только не только на раскрытие тоже так ну расскажите об этом ноу-хау я насколько понимаю это ваша собственная да это было в четвертом в пятом году придумано я даже затрудняюсь сказать в связи с чем в четвертом пятом году 2004 2004-2005 когда возник вопрос о том чем будет этот зал наполнен технологическом смысле зал сразу понималось что будет небольшим мы поясним что это зал это же бывший кинотеатр на дабренинске буревестник да по моревестник да их три таких кинотеатра в городе архитектор желтовский он стандартного такого ну как бы так сказать полуклассического образца здания этот кинотеатр но было много неудобств связанных с тем что в этих кинотеатрах не предусматривалось никакого гардероба то есть человек заходил в пальто и дверь на улицу была просто в этом самом зале открывал дверь и выходил в пальто на улице если холодная погода поэтому нужно было подумать о том что можно сделать тем более что все-таки я привержен из того что то вот как построили так это должно примерно выглядеть они какие-то там ужасные нововведения вводить в эту архитектуру но мы постарались и вместе с архитекторами москва продолжалось это такой долго настоящее очень большая штука 20 почти 25 четверти ну я не хочу распространяться почему это было но это городская идея городское строительство решение правительства города театр которыми руку вожу это театр городской поэтому без города ничего не могло бы быть совсем ну к сожалению вот это задержалось но я не расстраивался очень сильно то что параллельно занимался чем-то другим дома или до театр это было такое вот что-то вроде не знаю какой-то вот мечты на чтобы 4 сентября как говорится ничего особенного официальное открыть да ну просто вот мы открываемся будет концерт будут участвовать молодые ребята из голоса из первого и второго и третьего сезона все воспитанники ну все из моей команды назовем тогда и оркестр будет осиповский знаменитый оркестр русских народных инструментов но потом переход в другой зал и скажем так празднование все далее я сейчас придумываю какая будет ну программа скажем так концертно-театраль вот мы придумали они поздновато ли вы взялись придумывать ничего не поделали у нас вариантов не не было никаких вариантов не но от нас многого не требуется департаменте культуры от нас не требует что мы аж прямо на гора выдавали бы отшлаг за аншлагом и вот прям завтра такого не нам относятся очень лояльно и понимают что любой зал должен быть ну как-то представлен ну как говорится раскручен не все сразу а что за придумка со светом это за это просто для того чтобы сделать так как никто раньше не делал или нет 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 в чем все в том что дело в том что мне хотелось много света вот скажем так началось с того что мне хотелось чтобы света было очень много чтобы он был высококачественным а много света в маленьком зале направленным как обычно только на сцену абсолютно бессмысленно что один прожектор убивает другой а мне показалось что будет здорово если по всему залу разместить самый свет и направить его в разные таскать точки 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 за самого зала даже не сцены именно а зала ну понимаете вот придумать то придумал даже я бы я просто перебью то есть премьер что ощущение у зрителей я сейчас об этом скажу схема заключается в том что обычно концерт или что-то такое шоу заем происходит на сцене зрители сидят в относительной темноте и смотрят на вот этот вот ограниченный периметр сцены и получает это самое шоу ну показалось что интересно будет если зрители будут внутри светового потока находиться показалось я это придумал мы это нарисовали с архитекторами заказали специальное оборудование но вот когда мы это все поставили и когда это все заработало а заработала это все три месяца назад наконец я тогда понял что я придумал сам я сел и как зритель понял что это что-то невероятное ощущение очень сильно меняет что без ложной скромности всегда не говорит о своей я без ложной скромности только потому что наоборот я даже могу себя покритиковать потому что ты что-то придумываешь но эффекта не знаешь это как знаешь куда-то там пальцем ткнуть и не понимаешь куда-то на самом деле направил этот палец эффект получился намного сильнее чем я предполагал причем на меня самого дальше начал как всегда этот эффект проверять я позвал своих знакомых актеров режиссеров они ко мне регулярно приходят и смотрят на это дело а я смотрю на них на реакцию на реакцию да и в общем так выносит людей выносит причем людей с именами с головой и с талантом и видевших все но это люди шоу-бизнеса это не люди архитектуры лёня ермольник приходил коля фоменко приходил дима брусникин замечательный совершенно мастер режиссер и очень много продюсеров который занимается театральным делом музыкальным делом приходили смотрели на это все впервые как впервые это странное впечатление но не факт что это будет без безошибочно нравится не знаю но ощущение странное потому что сидишь и вот так по звуку то я решил все исходя из своего опыта звук там уникальный тоже уникальный звук не только свет по звуку на вас часто жалуются профессиональные звукорежиссеры что приезжают градские и все гром и да и начинают все делать по своему сам там ты знаешь я должен сказать давай на ты потому что на это идиотизм да но так фамилия профессиональные звукорежиссеры идут знаешь в одно место я уже очень много лет с профессиональными звукорежиссерами делаю не имею это было первый раз лет 30 тому назад проблема любого зала в который ты приезжаешь состоит в том что этот зал уже построен и в нем уже стоит аппарат и для того чтобы добиться того что ты хочешь нету времени тебе приходится каждый раз в новом зале мучиться и как-то пытаться это все трансформировать в этом зале мучиться не придется поскольку я его как придумал так и сделал и звук идеально он во первых не давит на голову что у меня часто бывало очень часто бывало потому что в некоторых местах какого-либо зала в силу того что голос ну скажем так есть у людей были неприятные ощущения вот мы этого избежали то есть общее звучание было слишком громко я просто уточнить для кого-то понимаешь это всегда бывает там в каком-то месте хорошо слышно в каком-то невозможно сидеть а в этом зале сделали то что я придумал лет так 8-10 тому назад я не буду рассказывать что именно но ощущение чему чтобы технологии мы отвернули колонки от зрителей то есть это звук от отраженный от он же будет тогда он отражен от стены там 5 плюс 1 то есть это тоже ноу-хау градского я не думаю что это моё ноу-хау но одно ноу-хау там есть когда колонки не направлены на зрителей вот это возможно действительно ноу-хау но главное что там получилось мы поставили очень мощную аппаратуру которая работает на очень небольшой громкости так то есть давление давление большое а громкость нет ощущение кругового давления музыкального есть а ну скажем так на уши это не действует а как много людей с этим рецептором которые смогут это оценить если мы сейчас не говорим о друзьях музыкантах никто не знает почему хорошо а то есть понимает что это понимает что хорошо а как это сделано это никого не волнует они понимают что комфортно более того я вот мы сейчас с тобой беседуем да примерно можно разговаривать при этом при всем то есть люди могут беседовать или там говорит хорошо плохо или там как ее зовут и кто это за певица То есть говорить можно. Потом в этом же зале мы придумали кино, мы придумали изображение и звук изображения. Я думаю, что это лучшее в нашем городе изображение и лучшее звук. Но у нас очень дорогая аппаратура. Очень. Нигде такую технику нет. То есть деньги город, я понимаю. Город, конечно. Единственное, что я ставлю там в очередной раз, квастану себе в заслугу, то что на мой взгляд получилось не дать никому ничего. Понятно. Позаимствовать. Как это сказать? Распилить. Все деньги, которые город давал, они все воплощены в технологию. Еще одно ноу-хау. Да, это главное. Это одно из главных ноу-хау. Может быть, поэтому он и строился в 24 века. Но, тем не менее, надо отдать должное строителям, особенно тем, кто работал последние 2-3 года. Очень тщательно подошли. Хотел бы поговорить не про музыку и про проект, к которому город не имеет отношения. Я так понимаю, что вот эта книжка стихов, она издана без помощи города. Ну, я все свои книжки и пластинки издаю сам. Вот, шикарная, я считаю, вот обложка, очень стильная. Осталось только дело за садиками. Нет, ну здесь вот про стихи мы поговорим отдельно. Я просто хотел бы, чтобы рассказал про эту книжку. Я знаю, просто это при мне была сделана фотография. Дома, да. Дочери, да, Марии Александровны. Просто вот, когда отмахивался отец, говорил, да я что-то не хочу. Я считаю, что просто вот схвачено здорово. То есть она снимает очень хорошо. Ну, она меня знает, поэтому она схватывает то, что... Вот, но помимо Марии Александровны, здесь вводное слово Евгения Евтушенко. Неожиданное. Я бы сказал, предисловие с огромной долей литературного таланта. Это не просто предисловие, это, скажем так, не знаю, лирическая проза, что ли, вот так. Град именно Майградским называется предисловие. Здесь сравнивают творчество Александра Борисовича Градским с творчеством Владимира Владимировича Маяковского. Ну, это, конечно, Евгений Александрович... Польстил? Ну, я думаю, что он переборщил, но, может, он так это видит. Это смешно. Тем более, что я все-таки не считаю себя поэтом. Вот тогда я не понимаю, зачем издавать книжку, которая очень лаконична и точная, заголовная, стихи. А внести к чему? Не тексты. Не, ну тексты. Ты видел книжку, где стихи в этом? Это было бы сильно, да. Ну, может быть. Нет, здесь ведь в чем проблема. Дело в том, что большинство стихов, текстов, которые я пишу, я их пою. Да. А вот здесь больше 20 стихотворений, которые петь я не буду никогда, их невозможно спеть. Говорят, что нельзя говорить никогда. Никогда не говори никогда. Нет, ну это невозможно спеть, исключено. Это слишком, так сказать, трудно для исполнения в виде песни. Поэтому, ну куда их девать? Ну, просто вот оставить, чтобы они... А как они писались? Они писались сразу, как стихи? Нет, нет, они писались сразу, как стихи. Вот стихи и все. Другое дело, что я не был уверен в том, что мне самому понравится то, что я сделаю. И что это будет нормально, если я это издам. И я, ну, наверное, лет пять вот это все копил, копил. И потом один человек, довольно-таки близкий мой приятель, долго меня пилил, почему я это не издаю в виде книжки. Вообще, мне очень странно, на самом деле, пометуя о том, что сколько альбомов было ранних выпущено на стихи, ну реально великих поэтов. Да. Масштабных. И многих, кстати, ты открыл для вот широкой публики, потому что Саша Чернова в 83-м, ну не знали, скажем так. Ну, была замечательная работа Великого Дмитрия Шостаковича, там тоже совпадали некоторые стихи, кстати, у нас. Об этом я не знал, только попозже мне стало это известно. Пастернак, Маяковский, ну да, редко писали. За эти стихи мне уже совсем не стыдно, я их могу анализировать, и вообще за последнее время, за последние, наверное, лет 20 я научился о себе говорить в третьем лице. У меня не было никогда продюсера, ни саунд-продюсера, человек, который бы слушал, вот как я пою, например, и говорил, так, вот здесь исправить. Я научился себя трактовать так. Мы сидим со звукорежиссером и работаем над записью, скажем, вокальной партии моей, да. А я ее записываю, потом я дохожу до пульта, и мы начинаем слушать то, что получилось, и я говорю, Витя, вот здесь он... Ну, Витину фамилию уже надо озвучить. Ну, Глазков, Витя, конечно. Витя Глазков, ну, почти 40 лет вместе. Да. Я говорю, Витя, по-моему, он тут что-то не так сделал. Давай я пойду перепою. Это у нас такой слоган. Он ошибся, а я перепою. Понимаешь? И умение посмотреть на себя со стороны и трезво сказать себе, где ты не прав, где не очень хорошо, в музыке, в стихах это очень сильное шло. Я музыка стихи, и есть еще и рисунки в этой книжке. Да, это Андрей Вадимович Макаревич изобразил. Да, художник с большим опытом и стажем. Он много раз мне оформлял самые разные вещи. Альбомы ведь тоже какие-то оформляют. Альбом он оформлял, экспедиция, и он оформлял мою последнюю двойную вот эту вот компакт-дисную пластинку с концертами с Крокус-Сити Холла. То есть он действительно реально очень помогает. Здорово здесь Градский схвачен. Ну, он придумал очень классно. Вот эти очочки, которые леновские торчат. Это он придумал очень классно, кстати, не в этот раз. Он придумал намного раньше. Но вот эти рисунки, они специально по конкретной... Специально. Я когда ему позвонил и попросил это сделать, он попросил прислать стихи, и спросил, что ты хочешь, как это должно быть. Я говорю, ну вот ты помнишь, что ты делал такие шаржи на меня, вот что-то вроде таких вот маленьких, небольших художественных образов, очень скупыми средствами. Вот посмотри, что ты можешь сделать. Ну, я подумаю. Через три дня он уже все сделал. Мне, конечно, очень нравится, что вы с Андреем Вадимовичем никогда не поете дифирамбы друг к другу, но когда я слышу, когда он говорит про тебя, ну, в каких-то фильмах, а ты про него, что вот реально вы друг друга, ну, наверное, любите, да? Вот просто вот и цените, как люди. Ну, конечно, сколько лет, слушай, с 70-го года. Это не показатель. 45 лет. Мне надо, люди, 40 лет и воюют друг к другу. Это да, нам не довелось. Вам ничего делить. Нет, я бы не сказал, что у нас с ним простые отношения, но они, как сказать, очень уважительные в том, что касается музыки и стихов. С кем у тебя простые отношения, как ты считаешь? С тобой. Я тебя почти не вижу. Хорошо. Ну, ты просто так получилась. Ну да, что не музыкант. Часть моей жизни, слава богу, но ты не музыкант. Счастье, да. Это хорошо. Потому что я бы наслушался бы тогда, да. Непростые. Вообще изменилась оценка музыкальной культуры у нас в стране после всех вот этих многочисленных проектов телевизионных, которые открыли нам массу талантов. После многочисленных я бы не сказал. Ну... После одного. Нет, он не единственный был. Ну, он был не единственный, но он был единственный. Про голос. Реально сейчас мы увидели, что у нас масса людей, которые умеют петь. Понимаешь, какая штука? Не то, чтобы вот слово «умеют петь» здесь не очень годится. Талантливые, перспективные, с очень хорошим материалом. Но что дает телевизионный проект? Он такого рода, как вот был проект на Первом канале, и, надеюсь, дальше будет тоже. Возможность мне самому доказать себе самому и очень многим другим людям, которые выражали сомнение, что, ребята, вот у вас есть некий пул исполнителей, которых вы все время транслируете по всем каналам одновременно и в разное время. Во-первых, они в возрасте, они стареют, и не все сохраняют талант. Не все. Во-вторых, где новые лица? И почему вы не помогаете этих новых лиц найти, этих новых людей найти, как-то на них обратить внимание публике, да? И вот вдруг появляется такой проект, где есть возможность доказать мне, другим, тем, кто сомневался, что, ребята, вы вот зря не обращали внимания. Смотрите, сколько у нас замечательных ребят, и молодых, и в возрасте. Ведь там же люди были не только там 20-летние. Там были ветераны. Приходили люди, которым там, Андрюшин Довидян, которому там через сколько лет... Его тусовка знала, да. А он работает прекрасно, у него своя публика, своя аудитория, эта публика, аудитория его прекрасно знает, а широкая публика его не знает. И вдруг выходит человек и говорит, извините, я сейчас пою «Джорджио» «Ин Май Майн», он поет так, как он умеет, и ба-бах, весь народ говорит, как же так, смотрите. Столько лет был здесь, да. В кафе «Форте», в городе Москве работает человек, который вот так умеет петь замечательно, и никто этого не знает. А вот мы смотрим все время этого, 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 этого больше никого. И главное, что произошло, на мой взгляд, это вот, ну, получилось доказать, что очень много людей талантливых. Причем кто-то там, не знаю, вот в Татарстане там, там же не просто только одна Дина Гарипова выиграла, да. Там была Эльмира Калимулина из того же голоса, которая оказалась почти, так сказать, чуть ли не победительницей. Динка у нее выиграла, но это ничего не значит, там мог кто угодно победить. Оказывается, там очень здорово в Казани с детскими всякими кружками. Я так понимаю, что в Казани скоро, рано или поздно, памятник будет построен. Нет. Борисович Градского, рукотворный. Я не думаю, что там было очень-очень хорошее, очень-очень хорошее было красивое мероприятие, мы пели там, здорово. Да я знаю, поэтому, кстати, упомянул это. Да, делать даже не именно вот, что именно в Казани. Я знаю, что в Нижнем Новгороде это нормально поставлено, на Урале. То есть дети имеют возможность сходить, заниматься в какие-то кружки и с хорошими педагогами пытаться достичь какого-то успеха. Понимаешь, есть это движение. Как это поддержать, как это развить одного телевизионного проекта, Жень, недостаточно. Я понял. Александр Борисович, мы переходим к коде, значит, как это выглядит из этого красного мешочка. Остается одна фишечка всего, там все четыре. И такого же цвета. А не все четыре потом придется? Нет, нет, только один вопрос ответ. Досталось дальше. Так, красный цвет, любую красную. Желтую. А желтая? А, sorry, извините. Да, желтая. Желтая. Хотя внутренне завидовали им, они вам нравились. Это и про Марину, по-моему. Про свою супругу и мать твоего сына. Вообще, мой идеал женщины – это очень стройная, достаточно худая. Ты когда-нибудь Марине завидовал, что она худая? Конечно, завидовал. Я завидовал, еще как. И буду продолжать завидовать, потому что сколько бы она ни ела, она все равно от такого веса. И, ну, она, во-первых, длинная, высокая. Вот высокая, правильно, что за слово длинная, да? В каких случаях она бывает длинная? Вот, ну что, я так понимаю, что… Ну, глупый вопрос, на самом деле, я никогда… Не мои вопросы, ты знаешь. Никогда не говорил, что они слишком худы. Всегда мне казалось, что модель – это достаточно худая, стройная женщина. Но если у нее есть, скажем так, еще и женские какие-то качества при этом определенные, то это уж совсем хорошо. Хорошо. Я думаю, что 4 сентября Марину можно будет увидеть в городском холле. И, зная коммерческую жилку Александра Борисовича Градского, я уверен, что там будут продаваться не только диски, но и вот эта вот замечательная книжка. Обязательно будет продаваться. Денистое место где. Поэтому там можно будет услышать и почитать, и увидеть. Все, спасибо вам. Спасибо, Жень, давай. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok